Хорошо жить не запретишь. Именно так хочется сказать, когда видишь красоту местных притонов, которые создали на территории нашего города Лица, ведущие не совсем здоровый образ жизни. Как отмечают правоохранительные органы Ленинского района, любители легкой жизни давно проходят плановые рейды, но результаты неутешительны. Обещают измениться, наладить быт, но до дела так и не доходит. Никто из соседей, никто на меня не жалуется, только один сосед. Так, может, пора переставать петь, и жалоб не будет? И разборок в вашей квартире не будет? Как вы думаете? Я прав, нет? А чего вы не снимаете? Данная семья состоит у нас на учете. Квартира числится как притон. По данному адресу проживает семья из двух человек, мать и сын. Мать через несколько месяцев выходит на пенсию, но при этом нигде не работает. Сын перебивает со временными подработками, оба злоупотребляют спиртными напитками. Приводят лиц, ведущих антиобщественную деятельность, злоупотребляющие спиртными напитками. Совместно распивают, в связи с чем, своими действиями мешают местным жителям спокойно жить. В основном с данного адреса поступают вызова, такие как шумят соседи. По словам жильцов дома, у них все хорошо. Вообще не бывают случайных гостей и нет причин к ним приезжать. Вы посторонних приводите в квартиру? Никого здесь нет. Как вы употребляете? Сейчас я не говорю, что сейчас кто-то есть. Никого здесь нет, не было, никогда не было. Хоть раз, хоть раз, вот, вот, все, Владимир Владимирович, вы хоть раз зашли, чтобы у меня был кто-то дома. Три раза как минимум на своей памяти помню, только в этом году. Антисанитария, мусор, грязная посуда и остатки вчерашнего очередного праздника им не мешают совсем. Но, видимо, показатель хорошего уровня жизни у всех разный. Соседи не находят общий язык с такими горе-соседями, вызывая на помощь наряд милиции. Надолго ли хватает порядка? Не всегда, но верят в лучшее. Правоохранительные органы заверяют, что делается все возможное для изменения качества жизни и системно ведутся профилактические и психологические работы. При наличии оснований, например, если хозяева нарушают правила проживания в жилом помещении, либо при наличии в течение трех месяцев, двух и более заявлений и сообщений о преступлениях, административных нарушениях и информации о происшествиях, их ставят на контроль. Также будут приняты соответствующие меры реагирования, то есть проведены профилактические беседы, привлечение к установленной законам ответственности и при наличии оснований направления в лечебно-трудовой профилактории. Но это тоже при отсутствии противопоказаний. Как показывает практика, это самый действенный метод. Человеки лечатся и соседи спокойные. Но на этом работа в такой категории граждан не заканчивается. Сотрудники милиции посещают данное жилое помещение ежемесячно. Таких злачных мест в Бресте, к сожалению, пока достаточно много. Но правоохранительные органы бдят спокойствие своих жителей, делая все зависящее от них, чтобы соблюсти порядок, осуществить контроль и направить на путь истинный тех, кому такая хорошая жизнь по душе. И это дает свои результаты. Вот, например, Камалов Валерий, дом которого тоже признан притоном, вот уже год как не пьет. Что явилось причиной того, что вы все-таки захотели поменять свою жизнь к лучшему? Понимаете, я видел, что я опускался очень сильно, низко, понимаете. Я хотел ходить с поднятой головой, понимаете, чтобы меня воспринимали как нормального человека, а не так как алкоголика, понимаете. То, что здоровье не позволяло. Мне, в принципе, хотелось себя чувствовать хорошо. Понимаете, я хочу с поднятой головой идти, понимаете, чтобы меня люди здоровались ко мне, понимаете. Они так шуворочили в лица, понимаете. Когда начинаешь пить, люди начинают просто в сторону шарашиваться. А мне хотелось, чтобы они воспринимали, какой я и есть. Теперь свою жизнь Валерий видит уже трезвыми глазами. И с надеждой смотрит в светлое будущее, ведь ему всего 47. И все еще у него впереди. Новую плиту, чтобы когда им болит, было проще, чтобы помогать. Купил рестеральную машину, хотя бы такую взяли, чтобы она была недавно. Купил себе вот это вот, тоже красивую мастерку, купил себе костюмы, спортивный курток она купала. Что делать, если вас беспокоят своим аморальным поведением в горе соседи? Есть необходимый алгоритм действий. В случае возникновения подобных проблем с неблагополучными соседями, необходимо обратиться к участковому, либо сообщить по телефону 102. Хотела бы напомнить, что по интересующим вопросам всегда можно обратиться на прием к участковому инспектору милиции, который проводится еженедельно по средам на общественных пунктах охраны правопорядка. В городах вперед времени с 17 до 20 часов, в сельской местности с 10 до 13 часов. Виктория Гапутина, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.